Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. Безусловно одним из полезнейших аксессуаров для телескопа является линза Барлоу. Она увеличивает кратность при визуальных наблюдениях и увеличивает масштаб изображения при астрофотографии. Сегодняшний наш рассказ о двухкратных линзах Барлоу от разных производителей. Линза Барлоу с Т-адаптером от SkyWatcher пожалуй самая распространенная среди любителей астрономии. Конструктивно она состоит из окулярной втулки, посадочной юбки и оптического блока в оправе. Линзу Барлоу легко разобрать на эти три составные части. Они соединены резьбой М28, стандартной для окулярных светофильтров 1,25 дюйма. Окулярная втулка выполнена из алюминия с отличным матовым чернением внутри и снаружи. Для фиксации окуляра используется винт М3 с накаткой, а для присоединения фотоаксессуаров наружная Т-резьба М42 с шагом 0,75 мм. Посадочная юбка тоже из алюминия. Снаружи она хромированная и имеет проточку для более надежной фиксации в фокусере. Внутри юбки по всей длине черненная резьба М28, выполняющая также роль в светоотсекателей. Оптический блок линзы Барлоу закреплен в черненной алюминиевой оправе резьбовым кольцом. Это ахроматическая склейка с фиолетовым просветлением и хорошо черненными торцами. Световой диаметр оптического блока 22,5 мм. Такая разборная конструкция, кроме стандартного применения, позволяет использовать корпус линзы Барлоу без оптического блока в качестве Т-адаптера или экстендера. В таком же виде корпус линзы Барлоу можно использовать и для установки светофильтров, если Ваши окуляры соответствуют резьбы не имеют. Если же сам оптический блок вкрутить в юбку окуляра, то можно получить миниатюрную линзу Барлоу с кратностью 1,6. Кроме того, используя линзу Барлоу и дополнительный экстендер, ее кратность можно увеличить или, как говорят любители астрономии, разогнать линзу Барлоу. Подробнее об этом на нашем форуме. Рассмотрим аналогичную линзу Барлоу от итальянской компании Конус. Ее конструкция практически идентична предыдущей модели. Исключение составляет лишь оптический блок. Его торцы хотя и имеют чернение, но скорее серое, чем черное. Просветление оптических поверхностей тоже отличается. Оно имеет зеленовато-голубой оттенок. Еще один аналог от бренда Arsenal. Здесь отличий больше. Чуть короче окулярная втулка, посадочная юбка чуть массивнее и не имеет проточки, чуть длиннее оправа оптического блока. Кроме того, оптический блок не имеет чернения торцов линз. Просветление также отличается. Оно насыщенного зеленого оттенка. Следующая линза Barlow от бренда Segetto, хотя и не является полным аналогом предыдущей, во многом на нее похожа. Главное отличие — отсутствие Т-резьбы и меньший наружный диаметр окулярной втулки. Посадочная юбка такая же массивная, но с проточкой. Оптический блок такой же, без чернения торцов линз и с таким же насыщенным зеленым просветлением. Наконец, последняя модель от компании GSO значительно отличается от всех предыдущих. Она выглядит более презентабельно за счет черного глянцевого корпуса, однако это скорее недостаток, чем преимущество. Окулярная втулка Т-резьбы не имеет, зато оснащена прижимным винтом М4 с более удобной головкой. Посадочная юбка без проточки и немного длиннее, как и общая длина корпуса. За счет этого и кратность примерно на 10% выше, чем у предыдущих моделей. Оптический блок, как и его оправа, имеют чуть меньшую толщину. Торцы линз черненные, просветление зеленоватого оттенка. При наблюдениях на светосильном рефлекторе с окулярами плесла, все упомянутые линзы Барлоу показали похожие результаты. И при установке отдельно оптического блока в юбку окуляра кратность 1.6, и при использовании в стандартном режиме кратность 2, и при добавлении разгонной втулки, кратность 3, картинка достаточно качественна, существенных искажений не наблюдается. Разве что с ростом кратности, незначительно растет хроматизм вносимый самой линзой Барлоу. Результаты особенно хорошо заметны на картинках, приведенных в графическом редакторе к одинаковому масштабу. Что же, подведем итог. Безусловно, все упомянутые линзы Барлоу вполне подходят как для визуальных наблюдений, так и для астрофотографии. Пригодятся они и в качестве адаптеров или экстендеров. Из негативных моментов отметим нечерненные торцы линз у некоторых моделей и бликование корпуса у модели от GSO. Итак, сегодняшний вывод лаборатории Астроскоп. Мы можем рекомендовать любую из пяти линз Барлоу для использования с телескопами различных конструкций и окулярами с небольшим количеством элементов. Выбор подходящей модели зависит от Ваших предпочтений и бюджета. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп, до скорой встречи в нашем магазине.